Бум! Всем привет, друзья! Сегодня мы будем играть в Forza Horizon 4. Это вторая часть прохождения зимнего сезона. Всем привет! Сегодня мы будем проходить сезонные чемпионаты, гонки. Сейчас у нас будет грунтовая серия какая-то. Спринт-крус. Ну, короче, фургон моей мечты не называется. Я тоже подъехала на свою Феррари, которую мы купили в прошлом выпуске. Если вы не видели его, сразу после этого переходите туда. Понятно? Хорошо. Потому что эта Феррари реально топовая. Она, блин, может 500 разогнать на прямой большой, на изи. Например, на... То есть, вы представьте машину, которая максималка 500. И она по этой прямой может даже там до этого поворота разогнать 500. Она там радары может все на изи выполнять и быть в топах первых. Так что... Не, ну рил топовая тачка. Ее в автосалоне нельзя купить. Ее можно купить только одним способом. Если вы не знаете, то смотрите прошлую серию. Я вам говорю уже. Так, ладно, давайте отвлечемся от этого и погоняем на наш чемпионат. Надеюсь, он не будет таким сложным. Мне не придется тут сидеть два часа и потеть. Ну все, я тут тоже тачку заранее подвуторил в первой серии и поехали. Я, конечно, под ускорение все затачил. Так что, видите, я с самого старта уже уделал и начинаю. Так, а я на ней, когда тестировал ее, ездил только по шоссе после фестиваля Хорайзен. Я не знаю, как она по грунту едет. Так что, попробуем. Не, ну в принципе, она даже дрифтить может по грунту, я так вижу. Стоять, куда мы поехали. Ничего, мне кажется, мы сейчас их догоним. Ну иди сюда. Вот они просто после поворотов долго скорость набирают, а я благодаря своему мега ускорению сразу начну вперед их ехать. Только сейчас тут такие повороты идут, что я это вам сейчас не покажу. Ну вот сейчас вот одного уделали, осталось только, остался только один черек. А впереди еще 70% трасс. То есть у нас все впереди, мы сможем его еще делать, надеюсь. Потому что вот эти боты непредсказуемые вообще, они там могут быть мега жесткими. Вот иногда бываю, обгоняю там всю, ну всех, всех ботов за 20 минут, точнее за 20% трассы. А потом не могу все остальные 80% догнать первого челика. И так вот происходит довольно часто. И вот я, как вижу, этот челик довольно такой шустрый. Стоять. Кстати, мы его догоняем или он от нас убегает тихонечко? Смотрите, как мы его сейчас подбили красивенько. Откуда нет такого ускорения, как у меня, ты не сможешь так быстро скорость набрать. Опа, все. И уделали ему. Теперь самое главное не тупить. То есть если мы так будем врезаться, далеко мы не увидим на первом месте. Мы же сейчас едем на первом месте, но нам же нужно его удержать. А если мы так будем входить в этот поворот, мы его не будем удерживать. Блин, что не так? Что не могу войти в этот поворот? Все, вошел. Хорошо. И отрываемся. Я вижу на карте, как он уже такой думает, куда это я поехал. Надо просто тюнить тачку нормально. Я все-таки не умею сам тачку тюнить. Я тупо чужие тюнили беру и все. Кто тоже так делает, пишите коммент и ставьте лайк. Какой коммент? Да, любой. Например, прием. Опс. А, кстати, нормально он едет так за мной. Не, не, все, 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 тихо. Еее. Первая гонка завершена. Не, ну что, первое впечатление от машины вполне нормальное. Неплохо так мы поездили. Кстати, я еще до видео на новой Феррари. Мне ее нужно было протестировать, научиться ей лучше управлять. И поэтому я играл в гонки, пофармил очки автобонус и нафармил 7 велспинов. Так что давайте их покрутим с вами. Эк, подождал. Опа. 10 тысяч выпало. Что дальше выпали? 5 тысяч выпало. Так, уже 15 тысяч. 35 тысяч. То есть уже получат 50 тысяч. Шляпа. 50 тысяч и шляпа. 60 тысяч и шляпа. Феррари 60 тысяч и шляпа. И что последнее? 210 тысяч, Феррари и шляпа. Нормас. Пооткрывали, может, колесико. Где там дальше грунт? Вот эту вот так. Вот эту гонку мы завершили. Погнали на эту теперь. Идеальной техники скорость. 2120. Ну да. Много я тут фигуру неала. Мне серьезно, нормально. Такая машинка для этого чемпионата. Ну я там вижу уже всякие фургоны. Просто вот этот класс, на котором вот эта гонка основана, это рабочие лошадки. Здесь в основном фургоны или полуфургоны. А я взяла именно такую машину, которая более такая, более автомобиль, чем фургон. Поэтому я сейчас нормально еду. Тут половина вообще на каких-то корытах катается. Кстати, нормальная корыта. Все-таки. А челики катаются на фургонах и даже меня, например. Не, ну все, фургоны не, легковушки топ. Так что поехали. Так, пока вот лидируют три легковушки. Никаких грузовиков впереди. Что-то вот эти два челика слишком шустрые. Вам не кажется это? Давайте их догонять, а то что это мы? Как лохи. Сирен. Ну подождите же вы, куда? Ну да, все-таки я их догоняю. Как-то они не сильно быстро едут. Наверное, из-за того, что вначале с фургоном затупил вот эти. Сейчас-то мы их надерем. Минус один уже сразу. Кстати, а вот хорошо по грунту едет машина. И спереди, кстати, такой же череп, и он на первом месте. Это еще одно подтверждение того, что эта машина топ. Но сейчас уже я на первом месте. И... Если вы думаете, что эти гонки легкие, я вам скажу нет. Потому что тут реально нужно постараться, подобрать крутую тачку, затюнить ее хорошо, ездить нормально. Если есть крутая тачка, то уже... Ну все-таки это поможет вам. Но здесь водить все-таки тоже не так плохо. Так что не думайте, что прям изи это выполнять. Я раньше тоже не мог вообще выполнить на опытном, а сейчас на езете. Щелкнусь пытанием. Очень не совсем. Давайте-ка от них оторвемся. Это что это они там сзади едут? Еще, кстати, я вам советую в разметку добавлять... Ну, добавлять только торможение. Не надо никакого ускорения, а то ускорение это там, где нет полосы. Это же понятно. Торможение, вот, вот, оказывается. Это просто вам дает плюс 5% бабу. А ничего, в принципе, не поменялось. Я к этому привык. Так что пользуйтесь, кому деньги нужны. Пусть 5% к прибыли это за гонку немного, но все равно. Хочется же по максимуму не получиться. Кенгуру. Ну да, конечно, тут я как кенгуру прыгаю по этим кочкам. Го, попробуем уже тут подрифтить. Ой, что-то я слишком жестко на этих дрифтить. Давайте поаккуратнее, а то меня сейчас догонят перед финишем. Я кроме митсубиси, наверное, еще не на одной тачке так смело не дрифтила в гонке. Уи-и-и-и. И финиш. Давайте сейчас с ручника залетим. А, нечто. Чувего дрифт на ручнике получился в конце. Ну ладно. 20 очков. 9000 и 4000 влияния. Норм. Так, ну и осталось только третью гонку завершить. Все, получается. Столько всего еще не сделано в этом сезоне. Вот сегодня нужно сделать большую часть. А где эта гонка? Чего мы тут вообще паримся? Давайте сделаем сезонные чемпионаты. А что всмыслите? А, вот. Да, тут ни одной нет в кольцевой гонке. Одни только, блин, от точки до точки. Это еще веселее. Вместо того, чтобы кто-то попуганил. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Просто вот решил переделать персонажа. Нашел какой-то... Выпендрешь действие. Короче, было у меня... Я персонажа, короче, месяц не менял. Потом решил, мне же куча смоток падала. Нужно его поменять. И сделал вот это вот чудо. Вот, если что, посмотрите мои прошлые сезоны. Может, даже летом я его еще не менял, наверное. Я вот, наверное, только осенью персонажа изменил. Но я чуть не помню. Блин, ну. Как в прошлой гонке. Впереди фургон и два челека на легковушке. Хотя, мне кажется, я тут что-то не так еду. Так бы я давно их обогнала. То челек на фургоне не может так быстро ехать. А то вроде я же его почти тут догнал. Опа. Вот сейчас я проехал лучше и обогнал его. Так, как я отставал от него. Ой, ёпорос, а ты что тут за поворот? Куда ты поехал? Так. Сейчас мы догоним этих челек. Челеки, вы там что, не заскучали уже вдвоем летусь? Скоро к вам присоединится третий. Точнее, вас уделает. Выбородовости вдвоем летать сзади уже. Так. Иди сюда. Иди сюда. Сейчас чувствую себя, как какой-то, блин, клоун Пэмми Вайсбрэд охотится на детишек, а не убегает. Иди сюда. А, съел. Съел, да? Все, я его съел. Клоун съел. Крыш, все, кто за мной, те у меня в животе у них съел. Не, ну просто фантазия, уровень бог. Я сейчас просто... Не, подождите, я сейчас посмотрел на карту и понял, что это какая-то не трасса, а какая-то жесть. Что здесь за зигзаги? Мне кажется, нужно... Ну, вот нужно добавить четвертый вариант гонок, точнее, пятый. Там есть дух улиц, шоссейная гонка, грунтовая, автокросс. А нужно добавить... Кутатку. Гонка, блин, вид жопа. Типа этого. Когда ты просто едешь зигзагом всю трассу, вот это я понимаю, жопа настоящая. Но все-таки челики сзади не отстают сильно от меня. Все-таки дают мне понапрягаться немножко. Они же меня сейчас обогнать могут. Не будешь, что я сейчас накаркиваю, хорошо? Блин, это уже где-то 25% трассы на по зигзагам. Да ёпара с этой, не, ну это... Блин, я... Лучше, если я уже хотела не отматывать, то пусть бы газовало. А то занесло меня, а потом думал, отматывать, не отматывать, газовать, не газовать. Газуем бы. Все, вы меня не догоните. Давайте уже дрифтом будем заходить поаккуратнее, а то еще занесет нас куда-нибудь, потом фиг оттуда выберемся без перемотки. Оп! Это я дрифтер просто. На красную стрелку, там где-то игра сама Тигрит, тормози ее. А я просто ничего. На чем могу? Здесь надо притормозить и залететь. И финишировать, да? Ого, короче, в дрифтерин залетим. Ой, ой. Ой. Блин. Я сейчас мог слить. Ну хорошо, что я успела от них оторваться и сильно близко ко мне никто не ехал. Фургон моей мечты завершено. Да, вот реально, фургон моей мечты. Ну давайте мне GMC сайклинг какой-то, призовые кредиты. Еще 40 тысяч дали получается. Нормально. Еее. 6 лямов на балансе. Что покупать, я не знаю. Чуть-чуть апплюрель. Самое главное, что мы выполнили. Блин, я все равно, блин, не запоминаю, сколько этот чемпионат один дает. Один чемпионат дает тебе за выполнение 6%. А я думал, больше. Целый чемпионат. А не просто. Блин, целый чемпионат дает столько же процентов в прогрессе сезона, как и какой-нибудь радар. Хотя в прошлой серии я знак опасно выполнял в два раза больше, чем этот чемпионат. И мне дали столько же процентов. Ну вот сейчас вот дух улиц, самое интересное. Сейчас мы будем гонять и на каких-то развалюхах. Ну, в принципе, в прошлой гонке я не могла сказать, что они на развалюхах были. Ну, сейчас будет самое веселенькое. Будем гонять на класс S1 доджи. S1 это же уже как бы такие нормальные спортивные машины. Мы гоняли на А-классе. Это такие вот нормальные тачки. А вот сейчас на реально спорт. Спорт чистый пойдет. Дикий зверь. Там не будет, кстати, никакого грунта автокросс этого вашего. Чисто по шоссе. Нормальная гонка. Поехали. Давайте. Что, что вы ускорение не качаете? Надо ускорение качать. Может, я так легко выигрывать чемпионат, потому что ускорение качать? Ну, вот это вот уже обидно было. Вот это... А я что, еще дальше не могу отмотать? Так получается? Что-то я сильно завернул, что я даже назад отмотать не могу. Что-нибудь делать. О, бэдно. Первую же контрольную точку уже, блин, просрал. Так, значит, сразу будем ехать. Слева. Не, взял же, взял. Наверное, взял. Все взял. Вот, блин, куда вы меня обгоняете? Я тут батя. Удоп. Ээээ. Че меня так заносит? Че, доджи этот не такой крутой, что ли? Че вы заносите? Или это от моих рук зависит от тачки? Да е простоте. Че вы пропускаете контрольные точки? Я вообще ни одной контрольной точки не пропустил в прошлом чемпионате. Здесь я первые две контрольные точки уже пропустили. Блин, че-то как-то фигово началась играть. Че-то я только одного челика обогнал за 16%. Ну, ничё, ничё. Час-то будет разнос весь. Час будет разнос. Час нам просто догнать нужны эти, и всё. О, вот это мы задрифтили хорошо сейчас. Че-то всё равно они так же далеко, как и были, так и остались. А вот сейчас вот давайте так быстренько завернём, а дому уже сделаем. Всё, теперь мы влились в гущу самых первых челек. А теперь мы потихонечку сами начнём становиться самыми первыми. Ну, привет. Минуту назад ты даже не мог подумать, что я приближусь к тебе. А сейчас, походу, я тебя обгоню. Нет, походу, не обгоню, если я так и ехать буду. Ну ты, ёпарасы, почему я перед первым местом туплю? Сейчас мы его делаем. Не учили тебя повороты скарачивать? Не, надо обязательно по траектории проходить. Ну, и слава. А меня учили, так что... Что значит учили? Я сам научился. Ну, всё, получается. Ну да, конечно, было сложно их всех обогнать сначала, но вроде сейчас наедине. Финишируем. Хотя, смотрите, они сзади так нормально подтягиваются, нужно газануть. Псик отсюда. Всё. С картой они потихонечку уходят. Ой. А вот это сейчас нежданчик будет. Так, а вот этого сейчас не надо. Вот. И газу. 200... Да ёпарасы-то я. Куда? Куда? Куда меня носят? Чё, я не могу нормальный поворот проехать? Да, вы меня заносите? В честь, что ли? О, кстати. Оп, оп, давай, давай. Оп, оп. Чё-то я удивлён, что меня так занесло вроде, а они всё равно даже не приблизились ко мне. На карте ни одного. Он чётки медленный, что ли? Ну, в 20 очков получим. Круто. Ну, всё. Где там следующие две гоночки? А это... Это круговая гонка или что? Я просто не понимаю. Наверное, круговая. Круговая. Точнее, правильно будет кольцевая, круговая. Потому что я там вижу, концы соединяются. Ну, тут странно. Поехали. Сейчас мы узнаем, кольцевая или спринт. Не, спринт. Почему они тогда в одном месте соединяются? Это конец миллиметр, что ли? Ну, ладно. О, ёпара-сатэ. Не, 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 не. Эй, я не могу дальше отмотать. Чё за подстава? Чё-то я вторую гонку уже в самом начале фейлю, а потом нормально еду. Чё я не могу с самого начала нормально поехать? Ну же, нормально с самого начала. Можно? И, конечно, зима, это не самый лучший порога для гонок. Зимой больше всего заносит. Вот жалко, что я именно феррари 599X Evolution получил с зимой. Не, ну вообще круто, что я её получил, но жалко то, что я не смогу её испытать зимой. Ну, в полной силе. Потому что, ну, зимой она не сможет. Она, конечно, уже даже зимой смогла показать, как она скоростной части чуть ли не на 500 км в час едет. Но всё равно. Да куда? Это челик, блин, меня сильно замедляет. И вот из-за этого мне сейчас их надо догонять. В прошлой гонке тоже был коллектив из пяти челиков. Сейчас мы в него вольёмся и потихонечку обгоним всех. Да? И так вот именно и должно быть. Вот, даже контрольную точку засчитали прекрасно. Всё, мы уже потихонечку вот едем за ними. Правда, 40% трассы мы уже прошли тут. Почти половинка. Мы тут до сих пор ещё не обогнали. Так что, ну, давайте. Ой, ё-о-о, перестень. Нет, тут надо отматывать. Нет, вот это вот. Что-то вот это вот жёстко было вообще. Ну-ну-ну, поехали. Кстати, эту трассу как-то помню на чемпионате по хуниганам она была же. Что-то такая похожая трасса была. Что-то мы ехали по похожему маршруту. Ну да, реально похожий маршрут на по хуниганам. Не, ну я просто помню, как я на видео проходил этот маршрут на хуниганам, чемпионат. Вот, сейчас, по идее, должна быть прямая. Или мне что-то кажется. Просто я тут, по-моему, тоже сворачиваю напрямую. Потом поворот, потом такая горка. Ну, всё так. Это та трасса, да, получается? Не, ну, походу рил. Далее. Я не мог. Сейчас мы узнаем, это от трассы зависит, что я не мог выиграть, или зависит от хунигана, то, что я на хуниганах его гоняю. Идите. Смотрите, смотрите, сейчас и делаем. Лоу. Ну, там чисто первое... Что? 2,24, 790. У нас одинаковое время. Почему ему дали победу, если у нас одинаковое время? К тому же, я на замедленном повторе видел, что я чуть-чуть впереди его гоняю. Так. Сразу на нужную полосу выезжают. А я, блин, как угадаю. Ну, всё. И... Сейчас просто вот без каких-то всяких там отговорок ваше первое место. Круто. Куда же я вилл спин дали? Не выпадает вязаный дженгер. Я его не надену, всё равно никогда у меня персонажа, но хорошо, что не выпадет. Чем больше одежды падать будет, тем потом на изи мы всё это выбивать будем. Осталась последняя гонка, получается. Поехали. Всего идеальных техник 3600. Ну да. Здесь уже дрифт-зона какая-то есть. Ну что. Поехали. А, кстати, я вот эту вот... Вот эту вот карту, абшурская высота, я тоже помню. Сделал, кстати, эксперт. А то на опытном что-то их изи валю. Ну не совсем изи в прошлой гонке было, но всё равно завалился. Второй попыткой. Ну, давайте. Ну да, сейчас что-то старт нет. Нет, 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 не так уж прям. Не, перемотать. Всё, вот отсюда вот нормально всё. Вот я вот хорошо их на поворотах догоняю. Я, блин, помню, что я гонял в эту карту, но я точно не помню, какая она. Ну да, конечно, челик у меня тут напоганно всё дело. Ну и самому себе, так что отматываю. Здесь всё-таки нужно было тормозить. Сейчас, смотрите, сейчас... Почему их не заносят, а меня занесло на повороте? Я же вроде тоже нормально так перетормозил. Так, благодаря ускорению мы сейчас должны их уделать, по идее. Хотя бы одного. Хотя бы третьего этой челика мы должны уделать. Да, вот, видите, всё, мы его обгоняем, благодаря ускорению после поворота. Сейчас, возможно, и второго делаем. Хотя, скорее всего, это будет уже после поворота. Смотрите, вот мы немножко вот так вот поворот сделаем поближе. Срежем, вот. И вот этот поворот пролетим. Я люблю вот так вот, прям впритык к контрольной точке проходить, чтобы брать контрольную точку, так вот прям быстренько всё. Так мы будем их обгонять. Так, нет, 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 нет. Если бы в этой игре не было перемотки, как бы тут вообще играть? Возможно. О! Я сейчас смотрю на карту, там, походу, все впечатались в этого челика. Всё-таки зачем отматывать? Я его сбил, потом все впечатались, я их вперёд поехал. Ить! Блин, вывернул всё-таки. А, случайно, не эта ли карта тоже была на хулиган? Потому что... Эй, эй, куда? Там, походе, сзади меня какой-то челик шустренький решил обогнать. Ну, нет. Да, всё. Блин, тут что-то вот собраны все карты с чемпионата хунигана, которые я долго не мог пройти. Ну, я тут чемпионат что-то на изи прохожу. Серьёзно. Сейчас просто будет прямая и финиш. И на это прямое вечно сливался. Но сейчас я, по идее, не должен слиться. Всё, поехали. Ой, блин. Ну, всё, финиш, получается. Тоже вот на изи чемпионат сделали практически. О, первое место. Дикий зверь завершено. Круто. Завершили все сезонные чемпионаты. Завершено, завершено, завершено. О, жёлтые. Я в них сейчас нахожусь. Вы вот видите моего перса, я в этих же жёлтых мотоботинках нахожусь. Так что зачем они мне? Чтобы на, блин, на автору продать. А, на авито. А чё автору? Забыл, как это называется. Авито. Продаю жёлтые мотоботинки. Потому что они легендарные выпали. И мы не из колеса. Ну, не из колеса, а мне их дали. Они легендарные. Продаем за 1000 долларов. Ну, чё. Ну, получается, всё, чемпионаты мы сделали. Давайте-ка сделаем уже... Добьём 50%. И сделаем вот это вот. Наберите 12 звёзд за скоростные участки на Порше Горрера. Я уже садился за руль этой машины. Я её заранее подготовил. Так что нам теперь не нужно понять первое задание. Сядьте в эту машину. Нам просто нужно... Не помню. Где хоть эта машинка? Нам нужна Порше. Блин, а где Порше находится? Не тут. Серьёзно, а где Порше? Вот Поларис, Порше, вот. Где этот вот? И... Вот это, наверное. 1973 года там было. Да. Я бы сразу тут уже стиль на неё с красивой зачунила его, чтобы всё было отлично. Теперь нам нужны скоростные участки. Я не буду на новой скоростной участке ездить. Будем фармить на одном. Ну тут... На каком скоростном участке можно пофармить? Мне кажется, вот этот скоростный участок мы, по-моему, фармили на нём. Прошлую тачку. Так что, го, на нём проедемся. Мне кажется, на 2 звезды он вполне способен тут выйти. Так что 6 раз по 2 звезды ничего сложного не будет. Ну, поехали. Всё. Разворачиваемся. Поехали. Так. Всё. Ну, только тут будет заносить... А, не, мы не на этом участке, парни. Опс-опс-опс-опс. Кстати, я его сейчас могу и на 3 звезды сделать. Хотя вряд ли. И... Не, не вытягиваю. 216. Не, ну тоже норм, парни. 2 звезды где-то будет. Ну, го, разгонимся. И с разгончиком. 80 км в час. Отлично. Конечно, полицейские радары легче фармить. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. А здесь нужно участок. Заезжаю на этот участок сразу на большой скорости. Я сейчас хочу его на 3 звезды сделать, чтобы красиво было. Ну, конечно, на 3 звезды нужно 270 ехать. Нормально, кстати, машина едет по льду. Скользит точнее. Кстати, ага, посмотрим. Вот в каком топе среди всех игроков. 6% лидеров. Кстати, это неплохо, что я в 6% нахожусь. Ну, серьезно, этот участок проехал в лучшие 6%. То есть я проехал в лучшие 94% игроков. Только вдумайтесь. А я все-таки не думал, что я такой крутой в этой игре. То есть я сказал, меня начнут заносить. Ладно, ладно, все. Я просто обычный игрок. Я не крутой. Если так, буду говорить, спокойно проехал. Ну, ладно, получается еще 3 раза. Проскар, раза. Проскар нужно взять тут. Просто 3 раза проехать с такой же скоростью и все будет нарезать. Идет пересетель. Куда это меня понесло уже с вами? Так, 200. Держим 200. 212. Кстати, это же тоже Porsche-хуниган. Ах, хуниган ты мой. Опс. Ну, я скажу, хуниган хорошо, я так не буду. Поехали. Porsche. Что у него написано сзади хуниган из Porsche? Неудачно, да? Неудачно? Да, блин, неудачно. Это, по-вашему, неудачно, значит, сейчас было. Ну, ладно. Блин, ну, серьезно. Ну, конечно, нормально проехали. А неудачно, блин, за то, что просто, блин, стопаться, по-моему. Немножко не так проехали. Поехали. Уи-и-и-и-и-и-и. Я скорость. Мол, уи-и-и. я не хочу сказать, что опять какая-то херня произойдет со мной, потому что я считаю себя лучше другим ну нет, вроде нет ну, кстати, всегда почему-то, когда выполняю здание на скоростные участки, всегда я фармлю по две звезды а на три нет потому что на три я использую свои тачки, у которых у которых мега крутые, а здесь дают какие-то рандомные которые можно зачунить, чтобы они на две звезды сатирил, норм управляется мне кажется, что даже в гонках можно юзать замок чтобы там пойду, да, следую все готово что у нас дальше по заданиям небось будет задание какое-нибудь прокатите 16 километров сто процентов будет выиграв три заезда шоссе месений ну, ладно, сейчас пофармлю а поворот проехать ну, первое место есть ну, вот я спокойно выиграл опять на эксперте думаю, тут даже не надо включать уровень новичка тут все-таки на эксперте изи выиграть сейчас проверю прогресс точно ли тут идет кстати, хорошо, что не пять гонок а всего лишь 103 нужно выиграть а то на митсубиси пришлось пять грунтовых серий катать это было, конечно, очень весело к тому же я половину проигрываю что-то делаю там фигню какую-то и решила в туги на легком все пройти вот мы, получается, выполняем третью гоночку так быстренько просто на эксперте даже я не понижал уровень до новичка получается, не на одну гонку и на изюху делаю ну, осталось последнее здание что-то я вот вангую то, что проедьте десять миль просто покатайтесь на ней вот отпразднуйте это все как всегда бывает я не удивлюсь, что так будет смотрите просто ну, нет победите в четырех заездах грунтовой серии я думаю, а где это? почему вот так мало? в прошлый раз вот на митсубиси дали пять заездов в грунтовой серии а здесь дали всего лишь то три заезда с шоссе на серии ну, потом еще грунты дали да, кто? повеселимся еще с грунтом, получается выиграл ну да, все-таки было сложно даже на легком уровне сложности пипец какой-то наверное, оттачки все финиш первое место опять второй раз круто и финишируем, получается три из четырех круто финишируем четвертую гоночку на первом месте в принципе даже на легкой сложности это было тяжело, но я смог круто primero давайте мне мои 15% давайте пропускаем спасибо ну вы заработали 8 бонусов за завершение сезона в одну серию круто а ts какой-то дали и что?! Макларен еще впереди?! Будем за маклареном качаться Шеврикамара Какой-то Значит, в следующей серии Я хочу сделать зимние игры Штурм Ну, короче, показательный заезд Нужно будет сделать И вот это вот Триал А здание сам уже будет без записи Ладно, надеюсь, вам понравилось видео Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Смотрите прошлые видео И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok